Всем привет, уважаемые гости и подписчики канала. В этом выпуске мы с вами поговорим про один весьма старенький, но известный фильм, про который, правда, сейчас редко кто вспоминает. И это отчасти потому, что в фильмографии Джеймса Кэмерона полно крутых кинолент, среди которых этот фильм немного тускнеет. Как вы поняли из названия, сегодня у меня выпуск про кино «Правдивая ложь», собравший под 400 миллионов долларов сборов и получивший «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Прошло почти 30 лет, и я решил посмотреть сам и рассказать вам, как изменились актеры и чем сейчас живут. Пишите в комментариях, когда вы впервые посмотрели этот фильм и как он вам. Приятного просмотра! Начинать с Ронольда Шварценеггера мне не привыкать. На моем канале достаточно выпусков про фильмы с его участием. И вот еще один его герой по имени Гарри. За роль которого Арни получил 15 миллионов, что было самым большим его гонораром на тот момент. Столько же он получил за легендарный второй «Терминатор». На момент выхода «Правдивой ложи» актеру исполнилось 47 лет. И увы, как выяснится потом, его лучшие роли будут уже сыграны к этому моменту. Да, будут еще неплохие фильмы, но вряд ли они сравнятся с ранее сыгранными. Сейчас актеру 74 года, и он по-прежнему востребован в кино. Маленькую роль девушки по имени Дана сыграла 14-летняя Эльза Душку, малоизвестная актриса, тем не менее засветившаяся ранее в фильме «Жизнь этого парня», где сыграла заметную роль. После роли «Правдивой лжи» актриса не станет слишком востребованной. Тем не менее, в 2000-м она сыграет заметную роль в фильме «Добейся успеха», и нулевые пройдут для нее успешно. Однако потом наступит затишье, прерываемое мелкими ролями в сериалах и фильмах, пока в 2017 году актриса вовсе не пропадет с экранов. Сейчас Эльзе Душку 41 год, и она занимается воспитанием детей. Намного более известную роль исполнил Том Арнольд в возрасте 35 лет. Его Альбер Гибсон был напарником главного героя и выдавал порой весьма абсурдные, но смешные реплики. Для актера данная роль стала первой крупной ролью в кино и сильно помогла ему повысить узнаваемость и востребованность. Но вскоре он скатится в игру эпизодических персонажей и в итоге так и останется в этом амплуа по сей день. Сейчас Тому 62 года. Симпатичную Джон Скиндер сыграла Тия Каррера, 27-летняя актриса, поигравшая до этого мелкие роли в фильмах и сериалах. Роль, конечно, не была ведущей, но тем не менее, помогла актрисе стать известной и получить несколько главных ролей в фильмах 90. А вот с нулевых карьера пошла под откос и так и не восстановилась. Сейчас оттуре 55 лет и она играет в мелких персонажах в различных кинолентах, включая фильмы Господи Александра Невского. А это Азиз, который в сцене с предыдущей героиней лупил тупо лицу, сыгранный Артом Маликом, пакистанским 42-летним актером. Арт всю свою актерскую жизнь играет второстепенных персонажей. Делал он это до правдивой лжи, продолжил делать это и дальше, вплоть до 2020 года, пока его карьера не затихла. Неотразимый шпион и любовник Саймон был сыгран талантливым Виллом Пэкстоном, которого вы наверняка помните по ролям в «Чужие», «Ох уж это наука», «Хищник 2» и других. Правдивой лжи актеру было 39 лет, и после этой роли он начнет сниматься в главных ролях крупных фильмов. Но нулевые, как и для многих других актеров, становятся для него препятствием. И можно сказать, актер пропадает с главных афиш. Затем спустя время Билл ярко сверкнет в фильмах «Два ствола», «Стрингер» и «Грань будущего», после чего его актерская карьера вроде как начнет налаживаться. Но февраль 2017 года прерывает жизнь актера на 62-м году. Фазиль – еще один второстепенный, но яркий персонаж фильма «Правдивая ложь», которого сыграл Грант Хеслов, 31-летний актер. Данная роль послужила трудной точкой актера в мир большого кино. После нее он сыграет несколько заметных ролей в фильмах 90-х, а после уйдет в тень, играя малоприметных персонажей. Большего признания актер добился в качестве продюсера, выиграв Оскар с фильмом «Операция Арга» и в качестве режиссера прославившись мини-сериалом «Уловка-22». Сейчас Гранту Хеслову 58 лет. Человек по имени Юсуф, с которым Железной Арни бился в туалете, был сыгран Офером Самра, 31-летним мужчиной, не игравшим ранее в фильмах. Да и после он не будет активным в этом деле, сыграв всего в 8 кинорентах мелких персонажей и закончив со съемками в 2005 году. Сейчас ему 58 лет, и он является одновременно художником и тренером по фитнесу. Эрисон, с которой болтала главная героиня фильма на работе, еще одна эпизодическая роль сыгранная Кэтси Чаппель, 35-летней актрисой, также игравшей малоприметных персонажей, как до правдивого же, так и после. Пока в 2020 году ее и так скромная карьера не возьмет паузу. Сейчас Кэтси Чаппель 62 года. Харизматичный директор Спенсер Трилби был сыгран весьма известным в свое время актером Чартаном Хестоном в возрасте 71 года. В свою молодость актер получил несколько Оскар за роль в фильме «Бангур» и второй Оскар за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Вы могли его видеть в «Планете обезьян» 1967 года, он там главную роль играет, да и не только в этом фильме. В общем, это более чем почитаемый актер, но его даже в титрах «Правдивой лжи» не упомянули. Чартан Хестон проживет насыщенную жизнь и уйдет из этого мира в 2008, на 85-м году жизни. А это еще одна небольшая роль, проверяющая агентов «Дженис», сыгранная Джейн Моррис, 43-летней актрисой, игравшей только мелких персонажей в фильмах и сериалах как до «Правдивой лжи», так и после, вплоть до 2019 года, после которого актриса перестанет сниматься. Сейчас Джейн Моррис 70 лет. Звонил водопроводчик. Он сказал, что фундамент нашего дома даст трещину, если мы не зальем его цементом. В чем же дело? Запросил многовато. Ну а ты что? Переспала с ним, чтобы хоть сотню скинуть. Ты умница. Пока. Но, конечно же, я не забыл и про главную красавицу фильма Джеймили Кертис, поражавшую зрителей своим танцем у кровати и в целом добротной актерской игрой. Тогда актрисе было 36 лет и известность к ней пришла задолго для фильма «Правдивая ложь». В 1978 году актриса сыграет в фильме «Хэллоуинн» главную женскую роль и проснется знаменитой. Поэтому к съемкам в фильме Кэмерона актриса подойдет весьма востребованной и узнаваемой. Дальше будет много классных ролей, которые актриса играла не так много, но если и играла, то они были либо главными, либо заметными. И по сей день Джейми востребована и продолжает играть в крупных фильмах. Сейчас актрисе 63 года. Вот и все на этом. Спасибо вам за палец сверху и подписку. До скорых встреч!